По моей команде на счет три. Раз, два, три! Всем привет, с вами Николай Соболев, и это, наверное, самый долгожданный выпуск на этом канале лично для меня. Я уверен, для многих людей, кто открыл это видео прямо сейчас, и сегодня мы разберем следующие темы, которые хотелось бы сразу же обозначить. В первую очередь, это, безусловно, мобилизация в России, и все, что происходило за месяц этого кошмара. Куда же движется наша страна после этих пугающих лозунгов на Красной площади? Гойда, братья и сестры, Гойда! Сегодня мы разберем три варианта дальнейшего развития событий и того, что может дальше происходить от наименее вероятного к более вероятному. Обозначить эти темы важно, потому что я начну несколько с другого. Я начну с личного, и с той темы, которая волновала исключительно моих подписчиков больше всего весь последний месяц, вот этот фантастический инфоповод. Три недели назад разные телеграм-каналы, Соловьев, Нехта, Неморгенштерн, Рифмы и Панчи, куча мелких блогеров разгоняли информацию о том, что Николай Соболев сбежал от мобилизации. Я вот хочу начать с того, что опубликовал в своем телеграм-канале не кто-нибудь, а Владимир Соловьев. Да. Прямая цитата из репоста. Они бросили своих матерей, девушек, супруг, все эти блогеры типа Лев Против, Соболев и остальные полупокеры, только научившиеся кричать в интернете, какие они герои, и пусть им теперь закроют доступ к стране навсегда. Это грязь, это предатели своей родины. Люди, которые предали свой народ. Ну, во-первых, героем я себя никогда не считал и не называл, если только Владимир Соловьев не слишком буквально принял посыл моих видеоклипов, которые я выкладывал на этом канале несколько лет назад. Это была шутка. Я русский! Во-вторых, я не имею, естественно, никакого отношения вот к этим замечательным людям. Ломаю голову, а кто это как будто бы специально поместил меня в один список с Гусейном Гасановым и со Львом Против? Ради Михаила, а жителя, лайк, лайк! В-третьих, я совершенно не понимаю, от какого черта эти вежливые люди... Вообще, с людьми надо вежливее, мы же вежливые люди. ...называют кого-то полупокерами, используя слитые пограничниками личные данные и тюремный лексикон. Ты фильтруй хрюканину. В-четвертых, я не пересекал границу Грузии. Я никогда в жизни не был в Грузии. Я не покупал гироскутер на сухопутной границе Казахстана, скрываясь от чего-либо, потому что я никуда не убегаю и не собираюсь убегать. А если кто-то считает как-то иначе, считает, что я скрываюсь, ну что ж, надо признать, у меня крайне плохо получается это делать. Остаться на родине и разделить судьбу своего народа смогли только сильные самобытные натуры, не поддающиеся трусливой панике. Пишет господин Соловьев, и я с этим не согласен, но спасибо за комплимент. Потому что прямо сейчас я нахожусь дома, я нахожусь в России, куда я вернулся ровно в ту дату, которую обозначил своим подписчиком, в Телеграме, как только началась вся эта шумиха. И более того, я планирую вернуться в Россию через неделю-полторы, готов встретиться с этими администраторами, посмотреть им в лицо, хотя более чем уверен, что сами они в России уже давно, в отличие от меня, не находятся. А вот все эти саркастические набросы разных Телеграм-каналов в стиле «Ой, Николай Соболев рекламировал парк, а сейчас уехал из России», вот я наблюдаю, как исключительно жалкое зрелище, потому что это всегда очень неприятно наблюдать за тем, как прогнивают насквозь люди. Все эти администраторы Телеграм-каналов, которые гонятся за охватами, распространяете псевдоразоблачительные формулировки, абсолютно насрав на объективную реальность и, самое главное, на все ролики, которые я записывал на протяжении последних восьми месяцев с самого начала спецоперации. Но никакого осуждения, друзья. Я прекрасно понимаю человеческую сущность, и я бы очень сильно удивился, если бы увидел какое-то опровержение этой информации, на которое ваше эго не способно, поэтому живите как хотите. Я желаю вам божьей помощи, ребята. Ну а насчет моего возвращения, вот очень много кто спрашивает, «Николай, а зачем ты вообще вернулся? Зачем тебе это нужно?» Я скажу честно, я никуда не убегал, но когда я понял, что здесь происходит, когда я услышал вот эти лозунги, Когда я понял, какой посыл транслируют специальные военные корреспонденты, находясь в здании Кремля, Всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет, как мы любим. Мне стало реально страшно, может быть, в первый раз. Это было очень непростое решение. От этого решения отговаривали меня абсолютно все мои друзья, абсолютно все эти девушки, жены, супруги, которых я оставил, по мнению Владимира Соловьева, в России. Все они со слезами на глазах уговаривали меня остаться в безопасности, но я просто не смог. Я просто не смог, потому что я не хочу чувствовать себя в амплуа беженца. Я несу ответственность перед своими подписчиками, которые смотрят меня, и это такие же ребята, как я, которые не могут убежать куда-то, которым приходит повестка, которые ориентировались на меня и чувствовали себя спокойнее, когда я выходил в эфир и когда я называл вещи своими именами. По крайней мере, я в это искренне верю. И я не могу этих людей оставить. И сейчас я принял такое решение, но это совершенно не важно. Моя жизнь не так важна, как то, что происходит с Россией, со всеми нами. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Я предлагаю синхронизироваться, я предлагаю понять, а что происходит вообще и что будет происходить. Давайте разберемся, и мы продолжим после небольшой рекламной паузы, которая позволит мне продолжить мою работу. За свои идеалы я, конечно, готов умереть. Это моя мама. На протяжении 40 лет она проработала пианисткой в Мариинском театре. С 5 лет она ежедневно занималась уроками фортепиано, и одной из прочих мотиваций ее родителей была также и возможность путешествовать для дочери. Как вы знаете, во времена СССР, во времена железного занавеса, выездными были только три категории граждан. Это спортсмены, политики и артисты. То есть всего лишь несколько сотен человек из 280-миллионного населения нашей страны. И даже учитывая текущие события, можно смело заявлять, что времена поменялись. Сейчас можно освоить IT-профессию за полгода и быть востребованным во всем мире. И для кого не секрет, что в 2022 году, ну, наверное, айтишники могут позволить себе даже больше, чем выдающиеся спортсмены где-нибудь в середине 80-х в Советском Союзе. При всем при этом для того, чтобы стать IT-специалистом, абсолютно необязательно уметь программировать и знать математику. Одна из самых доступных для новичков специальностей в IT – инженер по тестированию или тестировщик. Судите сами. Достойная зарплата, начинающая от 70 тысяч, а специалисты от 140. Обучиться профессии, что самое важное, можно на курсах с нуля. Sky Pro – это онлайн-университет рентабельного образования от крупнейшей школы английского языка Skyeng. Обучение проводится онлайн на протяжении 8,5 месяцев, 10 часов в неделю. Можно учиться из любой точки мира и в удобное для вас время, совмещая со своей текущей работой. Максимум – пользы для учеников. Огромное количество практики и работы над реальными проектами, которые можно добавить в портфолио. И самое главное, вы получите диплом гособразца о переквалификации. На всех этапах обучения у вас будет личный помощник, который поможет во всех вопросах. Ну а карьерный центр SkyPro поможет вам в трудоустройстве на непосредственную вашу новую прекрасную работу. Выпускники SkyPro работают в топовых компаниях. Яндекс, ВТБ, Тинькофф, Skyeng, Аппа, промокоду Соболев. Вы, безусловно, получите 50% скидки на все курсы SkyPro. Ссылка в описании, если вы заинтересовались, вы можете также отсканировать этот замечательный QR-код, оставить заявку и получить бесплатную карьерную консультацию. Ну а мы продолжаем. Как я и сказал в начале, я предлагаю синхронизироваться нам. Я предлагаю пройтись по тем событиям, которые происходили в последние месяцы. С точки зрения логики их проанализировать, так мы поймем, чего мы можем ждать дальше. 24 февраля президент озвучил свои планы по проведению специальной военной операции. Бить надо первым. Дата, которая будет вписана предельно черными буквами в мировую историю и тем более в историю России. Исходя из той грозной риторики, друзья, которая прозвучала тогда, очень уверенной риторики президента. Вы хотите декоммунизации? Ну, мы можем сделать логическое предположение, что, наверное, все-таки планировалась какая-то блестящая, молниеносная спецоперация, которая не должна была перерасти вот в такое вот тотальное побоище славян. Результатом этой спецоперации должно было быть свержение киевского режима. Эта спецоперация была спланирована исходя из неких, ну, наверное, разведывательных данных. Правильно? На всех уровнях никто не мог сказать Путину с самого начала, что ваши планы по Украине невыполнимы. Эти разведывательные данные, очевидно, не подтвердились. Почему? Ну, потому что люди просто не взяли оружие в свои руки. Берите власть в свои руки. И не развернули это оружие в сторону Зеленского, как призывал Владимир Путин. Я ж не лох. Киевский режим, находясь на волоске от погибели... То, что нам в офисе конец, я не сомневался ни секунды. И Киеву конец. Я верил в где-то две недели уличных боев, но потом думал, что Киев захватит все-таки. Выстоял, он сдержался и перешел к мирным переговорам, которые запрашивались в том числе и российской стороной. Вот эти мирные переговоры провалились полностью сразу же после того, как Россия вывела войска из-под Киева. Никаких мирных переговоров после Буча и Мариуполя, мне кажется, быть уже не могло. Ну вот и когда украинская сторона оборвала эти переговоры, ну, тогда уж стало очевидно полностью, что российское руководство допустило, ну, ряд критических ошибок. Как минимум была переоценена трусость. Население упаковывает чемоданы, я вас уверяю. Верховного руководства Украины, которое, ну, должно было, наверное, по плану куда-то сразу же сбежать. И украинское правительство легально будет бежать. Они не устоят. Нужен повод, чтобы бежать. Зачем качать там туниш, она улетит, ваша власть. Во-вторых, руководство Минобороны как будто бы поверило в свою же собственную пропаганду, вот во все то, что говорили по телевизору про армию России на протяжении последних восьми лет. Мы неуязвимы с точки зрения горячей войны. Мы недооценили нашу наступательную способность и недооценили оборонительную способность Украины, которая начала сопротивляться. Оно оказалось более, более значительным, чем его предполагали раньше. Которая начала сражаться так, как будто бы там не воровали, а все-таки готовились к войне на протяжении последних восьми лет. Все равно Россия должна была вести другую войну. Когда началось, они думали, что это в каком-то волшебном сне они находятся, да? Нам показали, что на полшишечки воевать нельзя. И знаете, вы сколько угодно можете смеяться сейчас над Владимиром Зеленским, снимать все эти пародии? Ах матила, ребят! Мне кажется, у Владимира Зеленского получилось практически невозможно. У него получилось убедить весь мир, что вот такусенькая Украина может сопротивляться вот такой вот огромной России. И даже те люди, которые вообще не знают, где находится Украина, наблюдают за этой ситуацией очень возбужденно, потому что это всегда очень интригующе, когда что-то очень большое не может победить что-то очень маленькое. Западные журналисты уже готовы праздновать победу над нами. И вот в какой ситуации мы, интересно, оказались прямо сейчас, если сухо, ну, сбылась, наверное, наша главная мечта, потому что если нас не боятся, то, ну, наверное, опасаются по всему миру. Это все наши враги. Из-за этого в том числе 55 стран поддерживают Украину оружием. Там техника вооружения, 55 стран. В том числе из-за этого 143 страны голосуют против присоединенных территорий России. Вы говорите весь мир, а они нам завидуют. Я вам точно говорю, я знаю, что я говорю. И среди этих стран европейские друзья Путина, Турция, Венгрия, Сербия. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Против нас ввели 20 тысяч санкций, это очень серьезно, и знаете... А что, Путин на... Вот тот, кто говорит, что Европа и Америка, это на самом деле не весь мир... А мне все равно на Францию, Испанию, Италию, и вообще плевать на них хотелось. Я смотрю, что с моей страной происходит. Из-за нас на самом деле выступает полмира. Может посмотреть на эту таблицу и сделать выводы. А пока что с нами... Бог, Северная Корея, Никарагуа, Беларусь. И то на бумаге, и в телевизоре. А на самом деле, ну, по факту, никакого божественного вмешательства до сих пор не зафиксировано. Очень скоро. А никаких надежных союзников, которые готовы, как Чип и Дейл, прийти на помощь России... Ну, просто нет, если не считать крепкого орешка Лукашенко. Ее несет президент Лукашенко. Расступитесь. Который на самом деле, ну, наверное, никаким надежным союзником-то и вовсе не является. И пока что, по крайней мере, отказывается от прямого вмешательства в этот конфликт. И ты хочешь его? Хочешь, Лукашенко? Виляя своей жопой, как обычно, как будто он звезда-тверка. Посмотрите на это фото. Это великий человек. Его защищают все небесные покровители нашей Родины. Но рассчитывать в то же время на Китай, вот как многие раньше говорили, там, в начале спецоперации, мол, Китай нам поможет, это более чем опрометчиво, потому что Китай слушает вот эту ядерную риторику Путина. Это не блин. Опять же, не вмешивается и задает вопросы. Когда это все, наконец-таки, закончится? На что Владимиру Путину, ну, приходится чуть ли не оправдываться тем, что Украина просто не хочет проводить мирные переговоры. Первые условия, чтобы они согласились, они же не хотят. Которые до сих пор остаются нашей большой надеждой. Даже несмотря на те вот репутационные удары с локтя прямо в нос. Такого уровень унижения как может пережить страна? Сложно пережить и крейсер Москву, и Изюм, и Балаклею, и тем более Лиман, и тем более замечательный Крымский мост. Это символ гордости России. Подрыв которого стал настоящей неожиданностью для всей страны, в том числе и для меня, потому что не совсем понятно, как можно взять какую-то фуру, направить ее с территории России, начинить взрывчаткой и... БАМ, БЛЯНЬ! Пройти на этой фуре через все блокпосты. А у кого-нибудь хватило ума посчитать пропускную способность? И понять, что сколько должно быть этих газоанализаторов, чтобы они эффективно и реально работали? И знаете, больше всего удивляет, что вот они не перестают удивляться. Вот как же так на протяжении последних восьми месяцев Украина продолжает нам отвечать? Да чистейший сатанизм. И вот население, вот военные корреспонденты, вот все эти пропагандисты с федеральных каналов, вот когда мы такое видели вообще, начинают задавать вопросы. Пришло время говорить правду. И действовать уже, наконец, действовать. Сносить огневой мощью. Я надеюсь, она хотя бы есть? Огневая мощь была продемонстрирована сразу же. Российское руководство огрызнулось. Мы хотим вот так каждый день. Применило в ответ как раз-таки вот эти самые удары пожилой инфраструктуре. Они были ничем иным, кроме как попыткой как-то нейтрализовать возмущающееся население, которое требует крови. Давайте добивать. И давайте мы уже все поймем, что это враг. Требует слез, которые требуют смертей на Украине. Мы хотим просыпаться с утра, читать эти новости и понимать, что враг повержен. Власть в который раз прогибается под внутреннюю повестку, но будьте уверены, эти удары по инфраструктуре не являются началом какой-то глобальной войны. Вот почему не было объявлено военное положение. И несмотря на введение частичного военного положения, 19 числа не было объявлено войны Украине. Так и есть. Мы белые и пушистые. Друзья мои, исторически война подразумевает капитуляцию одной из сторон. Но никак не мирные переговоры с какими-то компромиссами, которые нам очень сильно сейчас нужны. И вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Складывается впечатление, что наш план взять Киев за три дня сменился чудесным планом подморозить Европу за три месяца. Как раз таки для того, чтобы создать плацдарм для этих мирных переговоров. Ну и знаете, это просто чудесный план. Надежный, как швейцарские часы. Особенно если вот учесть, что публикует у себя в телеграме Мария Захарова, которая пишет. В Евросоюзе уже не моются, не стирают одежду, туалетную бумагу у нас уже не закупают, не заправляют машины и не раздеваются дома. Я долго думал, что мне это вообще напоминает, а потом, ребята, я вспомнил. Это напоминает мне севернокорейскую пропаганду, где по телевизору рассказывают, что в Америке не осталось голубей. На этих деревьях, в отличие от остальных, еще есть птицы. Но и их съедят во вторник. Птицы вкусные. Потому что их съели американцы. Люди также могут есть снег, которого в США предостаточно. Американцы, которые пытаются отойти от героинового прихода. Для большинства американцев это повседневная жизнь. Жизнь в очереди за стаканом кофе. Все эти иллюзии, вот все, что пишет Захарова, ну это настолько деструктивно, насколько можно себе вообще вообразить. И мне кажется, что ну пора бы уже все-таки оценивать ситуацию реально. Врать надо заканчивать. Недооценка соперника и вот переоценка самих себя. Мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. Привела вот к тому, что мы видим. И мне кажется, что мы никогда не были так близко к пропасти в борьбе вот за этот многополярный мир. Мир должен быть гораздо более справедливым. Основываться нужно на принципах международного права. Будем бороться за свой суверенитет. Хотя знаете, вот еще мало кто сейчас уже понимает. А вот какой вообще мир можно установить войной с половиной мира, если учесть, что в этом мире еще и живут одни сатанисты, как оказалось. Это сила тьмы, сатанинские силы. С нами Бог. И это вопросы, вот это вот претензии, которые вообще вот из моей головы не могут выйти. Вот как я вот уверен и у вас. Хорошо, давайте вот просто допустим. Им вообще не нужна Россия. Вот допустим, что вот Украина действительно там спонсируется НАТО, спонсировалась НАТО. Допустим, цель Америки, цель НАТО это нейтрализовать своего главного вот идеологического соперника в лице России. Допустим, Украина хотела напасть на Россию. Ядерный купол, миллион человек в армии, совершенные межконтинентальные суперракеты. Отлично, атакуем. И давайте еще за компанию захватим Беларусь. Допустим, что вот эту цель они преследовали на протяжении всех последних лет. Стараясь уничтожить Россию. Это не Украина, это НАТО. Ну окей, но если это допустить, если мы об этом знали, то почему подготовка спецоперации выглядела вот так? Почему нельзя было подготовить тыл? Вот чем мы собирались воевать с НАТО? Мы воюем с НАТО. Если мы допускали, что они хотят с нами воевать. Это будет кибервойна. Вот этими ржавыми калашами. Кто за это ответит? Но извините, никто не может голыми руками воевать. Пацанам-донхистам. Такую шляпу выдали. А можно вопрос, вот куда просто делась? Вот об этом много кто сейчас говорит, тот же Соловьев. Вот наша кадровая армия, миллион сто тысяч человек, она где? Да, еще раз прошу, а где миллион сто пятьдесят тысяч армии? Я не критикую, я просто задаю простейшие вопросы. Мы можем потерять страну. И это не я эти вопросы задаю. Это самое удивительное, что задают даже вот люди на телевизоре, которые работают. Никогда такого не слышали. Я человек недалекого ума. А сейчас вот звучат эти вопросы. Только у меня вопрос, а во что эти двадцать пять? Мом-ресурсы собираются одеть? Чем вооружить? Что дать в руки-палки? А кто за это отвечает? Куда пропала униформа полтора миллиона комплектов, которая как раз-таки предназначалась для нашей русской армии? У нас вообще закона нет о том, что это должно лежать на складе на всякий случай. Должна лежать на складе. А кто ее со склада убрал? Ну давайте, Оксимирон, может быть, Чулпан Хаматова, может быть, Юрий Дудь забежал и эти каски продырявил. Это правда. Слушайте, а хороший вопрос. А может быть, все-таки не надо было затыкать рты всем людям, которые рассказывали про коррупцию в России на протяжении последних десяти лет? В России есть такой грех. Отмолим. Или, может быть, хотя бы нужно было какие-то выводы сделать? Ну ведь это могло же было быть не так. Главная задача была бабки сделать, правильно? Вот и делают. На войне делают бабки. Но такая армия в 21 веке нам, очевидно, не подходит. Я вот когда вот этот видеоролик увидел, ну меня буквально снесло, ребята. Вот у меня зубы скрипели от злости, когда я это смотрел. Это все свое, мальчишки. Вам форму, все, что армия. Вам броню, вот это все, что касаемо военных. Этого ничего нет. Автомобильные аптечки потрошите, берите оттуда жгуты. Жен, девушек, матерей просите прокладки. Самые дешевые прокладки плюс самые дешевые тампоны. Булевое ранение прям туда вводите и все. Он начинает разбухать и придавливать стенки. Я понимаю, что происходит. Чьи-то косяки сейчас прикрываются душами наших ребят, которые бросаются туда и вынуждены себе покупать бронежилеты за 135 тысяч рублей. Почему они вообще хоть копейку тратят? Выдали нам сегодня супер бронежилеты. Стрейкбольные. Защищают от пневматики. И собираются посылать на Украину. В этом гаване. Я не хочу нагнетать. Я вот с удовольствием скажу, если все проблемы в нашей стране вообще будут исправлены. Я готов говорить про прекрасную Россию 24 на 7. Койда! Но пока что я вот включаю телевизор, допустим, да, и слышу вот это. Всем поселкам покупают УАЗик, буханку, поддержанную. Собирают 400 тысяч, чтобы купить. Они уже нашли эту буханку, знают, у кого купят. Чтобы отправить на Донбасс, чтобы один из наших батальонов мог раненых возить. А зачем? Зачем? Ну, действительно, зачем собирать деньги на поддержанную буханку, 400 тысяч рублей, всем селом для того, чтобы возить раненых с фронта, если мы живем в богатейшей стране, где 103 человека, это долларовые миллиардеры в списке Форбс. У меня претензии, например, к нашим олигархам. Ну и ладно эти миллиардеры, а у нас что, страна, ну, все, она обнищала. Это НАТО! А почему она обнищала в самый ответственный для этого момент, скажите? Вы грозны на словах. Попробуйте на деле. И здорово, если что-то исправляют. Я уверен, что ведется какая-то работа. Но я не понимаю, почему до сих пор, несмотря на заявления Минобороны о том, что незаконно раздавать повестки, где попало. На моих глазах несколько дней назад пацанов просто отлавливают на улице у метро. Просто раздают повестки, чуть ли не пустые. Кондратьевский проспект, дом 68, корпус 4. Дежурит в 7.30 утра. Тысячи пришли обращений. Тысячи. Я честно не понимаю, вот как мы можем с кем-то договориться, если мы просто не можем договориться между собой? Или что это происходит? Вы не слышите, что ли? Президент говорит, мы берем тех, кто прошел срочную службу и имеет боевой опыт. В первую очередь люди востребованных военноучетных специальностей. Тут же вот под предлогом вот этой сверки данных. Ну вы не волнуйтесь, это просто сверка учетных данных. Начинают дергать моих друзей из категории В. Ну ладно, насрать. Начинают дергать женщин, инвалидов. Косоглазого человека сделали снайпером. Призвали отца пятерых детей. Ему было сказано, что он пригоден к воинской службе. На то, что пятеро детей было сказано, у вас же трое до 16 лет, да, трое. Значит, пригодны. Трепанация черепа, а пластина в голове стоит. Ну у него травма, у него трепанация черепа была, установлена пластина. Ну так пластина, это хорошо, это даже лучше, потому что каску надевать не надо. Я ничего не знаю, у нас есть приказ, все вопросы к Путину напрямую. Да, осталось только телефон Путина найти и дозвониться. Я уверен, что Путин будет просто в шоке от того, как выполняются его приказы. Скучно, девочки. Естественно, дергают людей, об этом даже говорить не нужно. И без боевого опыта, и без опыта прохождения срочной службы. Об этом рассказывают, опять же, удивительно пропагандисты. Ну, просто невозможно уже, это восьмой месяц же уже. И даже несмотря на то, что президент говорит, обучим каждого, прежде чем отправить на фронт. В реальности мы почему-то видим и видели эти ролики. Но мы официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. 29-го у нас отправка предстоит в Херсон. Где сами мобилизованные жалуются, что их не хотят обучать. Сами солдаты, сами призванные, они стали требовать нормальной подготовки. Я не понимаю, если это люди, которые спасают нашу страну от жизненной угрозы. Сейчас стоит вопрос так, либо мы их, либо они нас. Как можно такое допускать? Когда интернет, когда 21 век, когда столько разговоров было. Почему было не понять, что война будет долгая, тяжелая, серьезная? Что надо будет строить мосты, строить дороги, строить блиндажи, копать окопы? Знаете, мне очень странно смотреть на то, как осуждаются люди, которые бегут во время этого бардака из нашей страны. Люди, которые предали свой народ! А что вы хотели? И вы реально думаете, что дело в отсутствии патриотизма? Ну, давайте вот прям по пунктам. 30 лет у нас были открытые границы, глобализация, интеграция с Европой, которую обещал президент Медведев. Культура, индивидуализма, гедонизма повсеместно распространялась все последние годы, создавая атмосферу полного спокойствия. 20 лет делали вид, что все великолепно проводили шикарную олимпиаду. Наши олигархи попадали в списки Форбс, покупали самые дорогие яхты в мире. Чиновники покупали самые дорогие дворцы. Это все свое, мальчишки! Они ездили в Европу, несмотря на сатанистов, они получали там виды на жительство, они отправляли на обучение туда своих детей, никто из которых почему-то не вернулся в качестве примера воевать на фронт. Как во время Великой Отечественной войны, когда сын Сталина отправился погибать. Нет, такого не происходит. Все эти депутаты говорят, что они бы с удовольствием туда пошли. Иной раз кажется, что написать заявление, уйти на фронт, это, наверное, самое легкое решение. Но не могут, потому что у них бронь. Я бы сам поехал, с удовольствием. Но нельзя, у меня бронь. Один из немногих, Виталий Милонов, съездил на фронт и вернулся через пару дней, сказав, ну а что, я там все время должен находиться. И вот это и происходило. Вот полтора месяца назад Маргарита Симоньян беззаботно каталась на яхте за границей, распевала песни. Мария Захарова также беззаботно поедала клубнику. И никто не был готов к тому, что, несмотря на то, что мобилизация не должна была быть объявлена... Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Ее все-таки объявят в нашей стране, сказав, а что вы не патриоты, а ну-ка быстро на фронт отправляйтесь. Защищать нашу землю должен весь русский народ. Да люди не хотят и люди боятся не потому, что они не патриоты, а потому, что они буквально в шоке. И не случайно вот на эти лозунги странные весьма. Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся, старый мир! Приходится подкладывать одобрительный возглас толпы. Правильно это назвать священная война! Священная война! Потому что... Правильно это назвать священная война! Священная война! Потому что... Ну, естественно, люди в шоке. Люди в шоке не потому, что они не патриоты, а потому что, ну, та реальность, которая выстраивалась вокруг нас... Неужели будет война? Присхожу из того, что это невозможно. Совершенно не совпадает с той реальностью, в которой мы проснулись с неонацистами, укрофашистами, с сатанистами в Европе. Мы воюем за то, чтобы оставаться людьми, за то, чтобы семья это была мама, папа и дети. А не дядя-дядя и какой-то там непонятно кто. Против нас воюются силы зла, воюют. Полгода подряд наша бюрократическая система пыталась найти каких-то виноватых. Виноватыми были НАТО, Бандеры, Нацики, Инстаграм, Ютьюб, либералы, пятая колонна. Пятая колонна либералы. Вот кто угодно, но не мы сами. А вот сейчас звучат вот эти вот замечательные возгласы. Надо прекращать врать. А вот у меня в голове лишь один вопрос. А вы зачем начинали? Врать надо заканчивать. И почему вы когда вот это говорите... Но вранье всегда ведет к неправильным решениям. Вы как будто бы легитимизируете свое же вранье в прошлом. Нет, то, что был какой-то обман, это ненормально. Как это совмещается с концепцией, что за нами правда? Это наша сила. Она в чем? Она в правде. Врать надо заканчивать. Это правда. Надо заканчивать врать. За нами правда, а в правде сила. Надо прекращать врать. Итак, что происходит на данный момент? Вот по моему мнению, я объясняю. Сейчас критический момент. Но это рубеж. От количества противоречий, косяков, от количества критики. Покажите голову того, кто дал вам абсолютно ложную информацию о ситуации на Украине, благодаря которой вы просрали. Власть немного впала в отчаяние, власть депрессует и откатывает некоторые свои решения назад. Если вы не заметили, так происходит, ну, практически всегда. Мы делаем один очень уверенный шаг вперед, а потом с оправданиями делаем несколько шагов назад, пытаясь как-то успокоиться и успокоить всех вокруг. Простой пример. Мы начали спецоперацию, освобождаем территории, но нет, это ни в коем случае не война. Ни в коем случае не говорите, что это война. Мы не бьем пожилой инфраструктуре, мы нормальные ребята. Мы ударили пожилой инфраструктуре Украины. Но на самом деле это решение Министерства обороны России. Да и вообще, массированных ударов больше не будет. Вот, по крайней мере, пока. Это прямая цитата Путина. Ничего дополнительного не планируется. Мы начали мобилизацию, набираем людей на фронт. В связи с чем у нас мобилизация? Что такое специальная военная операция? Никто не знает до сих пор. Но нет, это, естественно, не мобилизация какая-то там всеобщая. Это частичная мобилизация, которую можно почему-то проводить и не объявляя военное положение. Да и вообще... Все мобилизационные мероприятия будут завершены. Она скоро закончится. Вот буквально тут через две недели. И об этом Путин сказал сейчас на форуме в Эстонии. Я должен сказать, что она, эта работа уже заканчивается. Более того, что еще удивительнее, он озвучил точную цифру уже мобилизованных. Это 222 тысячи человек мобилизованы. Многие задаются вопросом, а что все это значит? Там пропагандисты в ужасе. Как это не будет массированных ударов? Я хочу, чтобы каждый день Украина жила с ощущением страха. Но люди задаются вопросом, а что все это значит? Лично я сразу же скажу, что я верю, что через две недели может закончиться мобилизация. Потому что, во-первых, в концепцию вранья совершенно не укладывается то, что можно подтвердить или опровергнуть через две недели. Во-вторых, Путин, мне кажется, совершенно не случайно назвал количество мобилизованных на данный момент времени. Это подтверждает определенную серьезность этих намерений. 222 тысячи человек мобилизованных. Ну, силовики сами по себе не очень любят, как вы заметили, называть цифры. Потому что на цифры гораздо легче ориентироваться, чем на слова. Если эта цифра прозвучала, то я склонен верить, что, скорее всего, через две недели действительно это произойдет. Но что это по-прежнему значит? Ну, во-первых, как об этом заявляли в Государственной Думе, власти не слишком довольны темпами мобилизации. Во-вторых, последствиями самой мобилизации общества в панике. Я думаю, что в историю современной России вот эти очереди на границе Грузии, на границе с Казахстаном, совершенно точно войдут как темная страница нашей истории. Вам не стыдно, вы бежите, блядь, мужики, падлы, блядь, куда бежим? В-третьих, и самое главное, власть буквально в ужасе от тех пороков, которые обнажила эта мобилизация. Потому что все эти ролики, весь этот бардак военных комиссаров, все эти ржавые калаши, дырявые каски. Это что за хреновня? Это не просто очень неприятно, это серьезнейший политический удар, причем по самой верхушке, которая на фоне сдачи Лимана, вот после всей этой критики. Вот когда их особенно хорошо тыкают под задницу каленым прутом, они вздрагивают, начинают что-то делать, чуть-чуть полегче стало, то есть там зарубцевалось, там вот как бы не так активно, они тут же просто замерзают. Испытывают явный дискомфорт, особенно на фоне того, что в стране еще, наконец-таки, впервые за все время истории путинской России началась, ну, настоящая внутриполитическая борьба. Начинается уже определенная кадровая грызня, начинаются уже определенные вбросы со стороны, скажем так, заинтересованных лиц. Задумайтесь, это ведь ненормально, вот как минимум, что какой-то гауляйтер из Херсонской области, какой-то зам главы администрации Херсона предлагают уже Шойгу повеситься. Да, действительно, многие говорят, что на месте бы министра обороны, который допустил до такого положения дел, просто мог бы как офицер застрелиться. А Рамзан Кадыров напрямую называет путинского генерала Лапина бездарем. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы награды с автоматом в руках, отправил бы на передовую смывать кровью свой позор. И мало того, что звучат такие заявления, эти заявления еще и поддерживаются главой ЧВК Евгением Пригожиным, который выражает солидарность с Кадыровым, как будто бы сам возмущается. Это что происходит-то, я не понимаю. Я что тут, сам должен отдуваться со своими зэками? Что нам нужен? Нам нужны только штурмовики. И вот какая ситуация, друзья. Экономически-то мы выстояли очень достойно, но политически, но вся эта компания пока что никакой критики не выдерживает. Потому что если на Западе осуждение Европы и Америки, то на Востоке это томное ожидание Китая. Некоторые политологи пишут, что если раньше у нас было окно в Европу, то сейчас осталась форточка на Восток. Кто не с нами, тот против нас. Внутри страны кадровая грызня. Одни люди из России бегут. Споткнулись. Люди стали волноваться. Другие люди, накачанные пропагандой, разъюнув рот, смотрят на военные неудачи на фронтах. 24-го они боялись высунуться. А теперь что происходит? Хихикают. И просто, честно говоря, не понимают, а что вообще происходит и чего ждать. Почему мы до сих пор не действуем решительно и жестко? Мы с бешеной скоростью потеряли Харьковскую область. Побеждать как будто бы надо, но как побеждать? Что нам делать, чтобы победить? И что является победой? Бойся! Мы идем! Перспективы этой военной операции, мы понимаем прекрасно, что мы уходим в далекие, в далекие, далекое будущее. Но это большой-большой вопрос. И вот если бы история нашего мира заканчивалась бы прямо сейчас, вот эта ситуация России, вот эта ситуация Владимира Путина вошла бы в учебники по политологии как идеальное описание слова Цунцванг. Это Цунцванг. Шахматная ситуация, известная как Цунцванг, когда каждый шаг хуже предыдущего, а не двигаться просто невозможно. Дороги назад у нас нет. Я считаю, что это самая опасная ситуация, в которой вообще мы могли оказаться, потому что, как неоднократно говорил сам Владимир Путин... Все должны иметь в виду, лучше никогда никого в угол не загонять. Ну а прямо сейчас как бы именно это и происходит. С одной стороны Украина поджимает и не собирается вроде как не договариваться, не сдаваться. Пока о переговорах и речи быть не может. А мы им по роже даем. С другой стороны, результатов ждет само население и уже даже вот все вот эти преданные пропагандисты. Ну мне кажется, что уже пора начинать. Давайте уже вот серьезно. По-моему, пора уже жестить. С третьей стороны, на верхушку власти уже начинают как-то косо посматривать сами подчиненные. И безусловно, военные корреспонденты, которые продолжают разгонять вот эту ультра-радикальную повестку. Всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Не воспринимают никакие мирные переговоры и ждут, чтобы Украина, ну, была не просто демилитаризована, а была бы, ну, уничтожена. Многие из них этого хотят. То есть сейчас их гоняют в каменный век. Это нужно было сделать давно. По крайней мере, до сих пор решения Кремля были во многом продиктованы вот этой внутренней повесткой. Вот вся вот эта критика военных корреспондентов... Покажите людям, что вы начали что-то делать, что вы начали бороться с коррупцией, что вы начали бороться с предательством. Она подталкивала вперед, и кажется, вот от этих толчков власть немного подустала. Она подустала от этой страшной атмосферы, когда, ну, невозможно откатиться назад, потому что сзади свои же стоят со штыками. Я прямо обвиняю Сергея Кужеведовича в шогу как минимум преступной халатности. Именно поэтому, я считаю, абсолютно не случайно несколько дней назад появилась информация о неких расстрельных списках, где оказались удивительные люди, военные корреспонденты. Там в этот список попали вообще, короче, все практически телерам-каналы. Почему это происходит? А я уверен, что такая информация не появляется случайно, даже если уголовные дела не будут заведены. Мне кажется, что это происходит по одной простой причине. Давление на власть стало слишком сильным. А у нас что это такое? Это что за скоморошество такое? Что за балаган? А решения, которые предстоит принять, они слишком непростые, их просто невозможно принять вот конкретно в этот момент. Оказывается, что негде людям ночевать и нечем их кормить. То есть военкоры постоянно требуют, как я сказал, идти вперед. Это кого вы обманываете-то? И все требуют, наконец-таки, начать нормально воевать. Идти и побеждать. Но воевать пока что нормально не получается. Именно поэтому вот был дан такой сигнал. Немного помолчать. Снова охота на военкоров и блогеров. От надежных источников различного вида силовых структурах РФ до нас в очередной раз докатилась информация о спущенных сверху отдельными генералами списках каналов, которые якобы дискредитируют спецоперацию и деятельность Минобороны. Сейчас просто одного-двоих возьмут за жопу, надают за трещин, и все остальные заткнутся и будут говорить, что все изменилось, все хорошо. Предположения крайне логичные. Само появление этой информации выглядит как, ребята, ну, серьезно, мы вам дали работать, мы вам дали высказываться, но хватит уже говорить все, всю правду. Они просто не понимают, как изменить ситуацию, да, то есть они не хотят ничего для этого делать, поэтому и они пойдут по самому простому пути. Этот путь может выглядеть следующим образом. Прекратить мобилизацию для того, чтобы успокоилось население. Никаких массированных ударов в ближайшее время не планируется. Ничего дополнительного не планируется. Пыл пропагандистов и пыл военных корреспондентов несколько охладится для того, чтобы дать передышку. Нам сейчас надо с собой здесь разобраться. И все это необходимо. По одной простой причине нужно перевести дух и понять, а что вообще делать дальше. Что происходит? Знаете, вроде как все происходит, исходя из начального желания Владимира Путина. Нас это вполне устраивает. Но есть такое ощущение, что вот Эроттеатр и вот эти самые актеры Гойда! Это не совсем то, что он хотел бы видеть на этом представлении. И именно поэтому вот такие предположения военкоров звучат более чем логично. Раз мы не хотим говорить о том, что они хорошие, скрывать какие-то вопросы, скрывать какие-то проблемы, мы говорим о проблемах, которые надо исправлять. Этим никто заниматься не хочет. Соответственно, проще сделать так, чтобы просто все замолчали. Не говорили о проблемах. Реальных вариантов осталось ровно два. Если учесть, что отступать назад, разворачивать всю эту историю практически невозможно. Это мне тяжело будет, зато мои дети, внуки и правнуки будут жить в той стране, которая будет. Остается либо ждать чего-то, предпринимать что-то для того, чтобы выбить мирные переговоры, либо эскалировать этот конфликт и повышать ставки дальше, вплоть до применения тактического ядерного оружия, что делать крайне нежелательно. Это, мне кажется, не понимают многие пропагандисты, которые об этом кричат, потому что, ну, просто... И не должно быть никакой иллюзии у Запада, что ядерное оружие будет применено. Применение ядерного оружия с точки зрения боевых задач абсолютно неэффективно. Абсолютно неэффективно ядерное оружие тактическое для решения военных задач. С точки зрения политических задач, я считаю, что применение даже тактического ядерного оружия это просто геополитическое самоубийство Путина, потому что в таком случае от него отвернутся все союзники, даже Китай. Никакого военного смысла для Российской Федерации применения ядерного оружия на Украине не только нет, но это категорически вредно. И вот дилемма. Кажется, для того, чтобы деноцифицировать Украину, Вы хотите декоммунизации? нужно уже Украину уничтожить, потому что националистов сейчас там, настроенных против России, Ваше будущее, страна-изгой, 90% страны. При этом уничтожить Украину невозможно, не совершив геополитическое убийство, не приведя к тотальной, глобальной, ядерной войне. Это не блен. А оставить конфликт вот в таком вот подвешенном состоянии, в состоянии непримиримой вражды Вы прокляты все без исключения. Тоже нельзя. Свои люди не поймут, ну в принципе, а как это сделать? Жизни уже не будет прежней, надо побеждать. Прямо сейчас, друзья, мы находимся в области непредсказуемых решений, непредсказуемых последствий. Но одно очевидно, ну по крайней мере для меня точно. Война, как говорят, дурна тем, что она создает больше злых людей, чем их забирает. Мы встали на этот путь, но чем дольше продолжается этот конфликт, тем хуже не только для России, но и для всех славян, которые рискуют просто уничтожить генофонды друг друга. И можете себе представить мое состояние патриарха всея Руси, когда сегодня брат убивает брата? Если это произойдет, а это уже происходит, в таком случае не придется говорить нам в будущем о русском мире, какое-то высшее моральное начало, о русском языке, о достойном месте для славян, потому что славяне самоуничтожатся экономически, демографически и технологически. Вы стреляете в советских людей, вы, советские люди, стреляете в советских людей. Пускай многие из вас родились уже при Российской Федерации, это все Советский Союз, мы живем на его базе, мы все его дети, и мы стреляем друг в друга. Это историческое поражение, как оно есть, чем бы это все не закончилось сейчас. Ничем хорошим оно уже не закончилось. Я очень надеюсь, что кто-то там наверху сейчас этот контекст прекрасно понимает и сделает все для того, чтобы дальше не было еще хуже, чем уже сейчас. А такого кошмара сложно было себе представить, если честно. Гойда! Что дальше? Сухо и кратко. Какие варианты? Ну, в моей голове следующая пропорция. Я бы не стал наотрез исключать возможность разворота. Все-таки никакого плана спецоперации мы так и не увидели. Плана-то я думаю никто не видел. Поэтому остается возможность, что что-то признают как победу, например, присоединенные территории. Победа будет за нами! Мы победили! Да, все это кажется, безусловно, нереалистично на фоне заявлений прошлого. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Но процентов 10 на это, наверное, оставить можно. Чуть вероятней выглядит вариант переговоров в случае, если Европа охренеет зимой. Они же выпрашивают переговоры, так как никто никогда в истории человечества не выпрашивал. А Путин уговорит и получит военную поддержку своего приятеля Александра Лукашенко. И ты хочешь его? Хочешь, Лукашенко? В случае продолжения военных поражений и внутренних конфликтов не исключен также и вариант революционного переворота. В России, ну, в случае тотального тупика. Потому что они понимают, что они вваливаются в неуправляемый сценарий, не знаете где, не вовне, а внутри России. Был консенсус определенный между элитами, который сейчас как бы полностью нарушен. И они сжирают друг друга. Если не произойдет разворота, если не произойдет мирных переговоров, у нас остается один логичный вариант. Это тотальная война вплоть до применения ядерного оружия. Никто не знает, как выглядит поражение России. Сценарий ядерного у вас не существует. После этого все, как таковых. Вас просто нет. Я очень сильно не хочу в это верить. Если существуют инопланетяне... Если существует какой-то супергерой, самое время ему появиться. Когда русские нас убедят, они просто сами свалят. Это вряд ли. Ну, а нам с вами остается лишь не терять надежду, надеяться на какое-то чудо, я не знаю. И ни в коем случае не источать из себя вот этот негатив. Потому что, как я не раз говорил в своих выпусках, вот, задумайтесь еще раз. Дьявол начинается с пены на губах ангела, уверенного в праведности своего гнева. Не стоит выражать агрессию. Будьте на светлой стороне, иначе никогда вы в светлом мире жить не будете. Все, что исходит, все возвращается назад. Это прежде всего борьба со своими грехами внутри своего сердца. Обязательно подписывайтесь на канал, распространите этот ролик, если вам кажется, что это что-то изменит. Если вам кажется, что ничего не изменит, не распространяйте. Можете поставить лайк, если вы со мной согласны. Обязательно пишите комментарии, мне будет интересно почитать ваше мнение. Ну, а с вами был Николай Соболев. Я на связи в Телеграме. Всем спасибо. Надеюсь, и здесь, на Ютьюбе. И до скорых новых встреч. Пока.